СОЮЗ НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ В этом мероприятии приняли участие команды из бывших республик СССР и команды из регионов России. Всего их было более 200. Участников сбора организаторы объединили в интернациональные отряды в знак единства народов и республик. Ребята имели возможность еще раз убедиться, что их предки жили в едином государстве, вместе строили заводы и обрабатывали землю, а когда приходила беда, защищали свою страну от врага. Участники сбора поняли, что несмотря на то, что сейчас они живут в РОСС, в формально разных странах, их народы должны быть вместе, чтобы добиваться новых побед. Каждый год сбор набирается больше и больше потенциала, то есть увеличиваются школы. Если в том году у нас было 5 школ, то в этом году уже 7. Что увеличивается география участия команд. Уже идет такое сарафанное радио, что сбор очень серьезный, проработанный и глубокий проект, который позволяет именно консолидировать ребят разных национальностей, разных вероисповеданий именно внутри России. Сбор проходит на протяжении 10 дней. За это время ребята смогут не только узнать много нового о военном деле, но и проверить себя на практике. Ежедневно проходят военно-спортивные соревнования между отрядами. От марш-броска в 3 километра до метания ножей и стрельбы из винтовок. Большое внимание также уделяется командному духу отряда. Идея этого проекта заключается в том, чтобы межнациональные отношения как в нашей стране, так и на постсоветском пространстве наладились и вышли на более высокий уровень, чем было это прежде. Потому что в какой-то период времени этому вопросу не уделялось достаточно внимания. А вот наш проект, благодаря тому, что наша команда перемешивается, как раз эту задачу решает. Распорядок каждого дня расписан по минутам. Ребята живут словно настоящие солдаты. Утром полчасовая зарядка, завтрак и все уже должны быть на плацу для объявления мероприятий на день. Я бы хотела научиться выносливости, потому что у девочек с выносливостью плохо. И обмен опытом с людьми, они все-таки с разных регионов, с разных стран, можно сказать. И опыт чисто для себя, лично. Здесь участники сбора получают много новых знаний. Но самое главное, как отмечают сами ребята, это общение с товарищами из других городов. Теперь у них есть друзья по всей стране. И узнать о республике, что в тысячи километрах от твоего дома, можно из первых уст. Здесь много хороших людей, много общения. Он со многими познакомился здесь. Люди очень хорошие. Хочу здесь научиться тактике, потом рукопашному бою. Пойдем на полевой выход. Будет очень интересно. Перед своим отъездом все участники сбора примут непосредственное участие в городском параде, посвященном 9 мая. В последний вечер у них будет возможность посидеть у костра, поделиться своими впечатлениями. А проводят их в дальний путь праздничный салют, ведь многим из них предстоит неблизкая дорога. Алена Белова, Альберт Шифигулин, Елена Перловская. Специально для Юнивер Ньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова